Время летнего солнцестояния Время, когда день максимально дольше длится ночи Солнце в течение всего дня не прекращает лить свои лучи на землю Тем временем, когда во многих районах республики давно не видели дожди Наш, кажется, выглядит более-менее благополучно Но это на первый взгляд Во многих приграничных хозяйствах района поля выглядят не как июньские, а как августовские Поэтому понятно, что теперь дорог каждый час Многие колхоз-совхозы приступили к сенокосу и сенажу На днях мы побывали в колхозе имени Чапаева Без излишней суеты работа здесь идет На 21 июня здесь из 1000 гектаров общей площади Многолеток скошено 267 гектаров Заготовлено 99 тонн сена и 650 тонн сенажа К сведению, сена всего нужно заготовить 14100 центнеров И сенажа 16400 центнеров Из двух сенажных траншей одна уже заполнена Начинает вторую Наш собеседник, главный агроном хозяйства Табаров Рикзаму Кимович Заготовлено 99 тонн сенажа 16100 центнеров Без излишней сенажа 16100 центнеров Заготовлено 99 тонн сенажа 16100 центнеров Общины 15100 центнеров Когда мы поиграли по делу хормот везде и мы шоу аккуратно нелары милинга нынде не хай михар механизм нары и шагерят ларом и да кейска 100 сенаждая ренды андашу бишь транспорт белган сенажта жаттарова али да кишин дейнды бізден и кэмпоян муруп тара урганларын айландыра барашылка енді парашылка дансы мизин подборта бар аргулонный и и сага мета тіл барыны тияп таруга и искертки неда басуға да искертлеп тарабыз енді вонгарада бо еткішлер енді такусны дайты ларко барттанны и кап нитилларында бірге кушуп бараларинда нашула еш шан не етлайрақ барайынды сез нишекулей сіз мина буйлыға елгар аранда сіздің мина кыштықа малға азық азыллау алыге күнге айбат темпылен барама узеге субы бізден дұрзинген екенде барда алы ұста прауцым жалебетелмеген бір-экэтехник ашығасы бар мина кейскаусту да кешенніклер шыққан енді шушет кемтіға барсақ біз мина бұлтырғыдан ертерек түгілерге и бұлтырғы хаттыл пішен әзірлерге мүмкіншілік бұлыр ешуа болған енді анану шастықлары мені бүгін мина бұл біргетта пішен әзірлөнітті мамыла біз екінші біргетта күдже біз тойсы үшінші біргетткә Там, где осознают положение вещей, работа с места сдвинулась. А ведь нужно еще прибавить темпы работы. Без проблем, конечно, не обойтись. Тут иногда и нехватка ГСМ и запчастей. Но ведь от этих жарких летних дней зависит безбедное существование колхозов-совхозов в зимний период. А теперь мы находимся в колхозе Комунар. Тут, как говорится, тишь да гладь, да божья благодать. Председатель колхоза Шеймухамедов Карам Каримьянович уехал в Венову, как сказали нам в правлении колхоза. Ничего существенного о местонахождении главного агронома Валеева Азата Зеевича мы также не услышали. Не было его ни в машино-тракторной мастерской, ни в поле. Вся техника около 11 утра стояла в машино-тракторной мастерской, механизаторы прогуливались там же. И только главный бухгалтер колхоза Гульсина Гарипова рассказал нам, что из плановых 8800 сеннеров заготовлено чуть более 700 сеннеров сена, к сенажу еще и не приступали. А ведь совсем скоро должна начаться уборочная страда. Как же думают успеть коммунаровцы? О том, что в нашем районе строится большой тепличный комбинат, аналогичный которому в республике имеется лишь в одном хозяйстве, в совхозе Алексеевском, об этом знают многие. Но немногие знают, что томаты, выращенные на тепличном комбинате, продаются с ладков наших магазинов. Покупатели редко интересуются тем, откуда завезена та или иная продукция. Но тем не менее, на первом из 6 гектаров земли собран уже 80 тонн урожая. А в конце июня, в июле, эта цифра достигнет 120, как нам сказал директор комбината Риф Ахматнурович Зарипов. Выращенные продукты реализуются по заказу. Приезжают за томатами не только из нашего города и района, а также из городов Бирска, Нефтекамска, Бураева. На этом гектаре земли работает 12 человек, которые ухаживают за саженцами, регулируют микроклимат, собирают выращенный урожай. За каждым растением ухаживают индивидуально, как за малым детью. Минеральные добавки с так называемой кухни поступают по капельнице и растут саженцы, как говорится в сказке, не по дням, а по часам. Вся эта система, конечно же, нова не только для руководителя, но и для всех специалистов. Чтобы на практике не допускать ошибок, руководством была приглашена опытный производственник, специалист, который работал с гидропоникой из Атлера, Кавторатской, Кативан, Гудзиевна. В настоящее время она работает главным агрономом. Параллельно идет строительство комбината. Об этом и о том, какими заботами и проблемами живет коллектив комбината, мы спросили у директора Рифа Ахматоши Зарипова. В настоящее время параллельно со строительством теплиц идет производство томатов на одном гектаре, который актом рабочей комиссии был сдан осенью 1994 года. Как вы сами видели, этот гектар оправдал наше доверие, хотя мы на новой технологии работаем, мы и было и сами сомневались, и, если прям сказать, и боялись, что у нас не получится. Но слава богу, у нас все получилось. На сегодня мы с каждого квадратного метра где-то 9 килограммов томатов собирали, и сборище продолжается. До конца июня месяца мы намерены собирать 12 килограммов с квадратного метра. Это 120 тонн с одного гектара помидоров. Помидор реализуется в основном в Яновольском районе. Рифов Ахмедович, вот мы видим много покупателей. Откуда они в основном? В основном Яновольский район. Вот есть, которые, вот Яноволь уже не успевает брать, реализовать. Мы реализуем город Нефтекамский. К нам приезжает из Бирска, приезжает из Бураева. Вот в основном эти районы наши клиенты были, реализовали наш помидор. Так, ну, идет подготовка уже к будущему урожаю. Так, как я вот сказал, в июне, 30 июня мы снимаем все растения с теплицы. И 15 июля будем сажать новые рассады, новые помидоры, которые должны будут поспевать уже к поздней осени, октябрь-ноябрь месяц, чтобы у нас есть план даже на Новый год на стол Яновольцам дать помидоры. Вот это тоже опять новый метод. Мы вот приобрели, вот сами видите, новый сорт помидор. Так, вот этот новый сорт помидор, она в зеленом виде собирается, ставится на дозревание, и как раз на Новый год будет созревать прямо на складе. И будем, я думаю, что на Новый год наши яновольцы будут потреблять свежие помидоры. Это очень хорошо. А то вот цикличность тепличных комбинатов, она уже в декабрь месяц не позволяет дальше дать свежих огурцов и помидоров, потому что уже на первый оборот надо сажать в декабрь месяц. Эта площадь теплицы уже занимается свежими помидорами. Вот это такой долго созревающий новый сорт. Вот рассаду посеяли уже, на один гектар уже рассады есть. Вот производство так. А вот насчет строительства? Насчет строительства, вот, у нас комбинат должен быть на шести гектарах, на сегодня один гектар используется, пять гектаров еще ввести нам надо. Мы, конечно, горим большим желанием ввести еще два гектара, в этом году два гектара, на это все есть материальная база есть, люди есть, готовность есть, надо сказать, кадры тоже все есть подготовленные. Но вот из-за отсутствия денежных средств республиканских, вот, мы наверняка одним гектаром ограничимся. И даже пока выделенные деньги на этот гектар даже не хватает. Но я думаю, что нас правильно поймут, население района, правильно поймут руководство республики, они у нас побывали, видели, и в дальнейшем, я думаю, нас поддержит. Мы на полпути не останемся. Гектары обязательно введем, без денег все равно введем, а и следующие, вот, два гектара, там, если поддержка будет, еще два гектара будет. Как видим, теплица строится, производство продукции растет, и руководство оптимистично смотрит вперед. И тема была бы на этом исчерпана, если бы не одно «но». Готовя материал к выпуску, мы переговорили с руководителями торговых предприятий города. Как утверждает руководство отдела рабочего снабжения НГД «Краснохолмс» нефть, томаты с теплицы отпускаются мало, в недостаточном количестве, и что они разочарованы теми отношениями, которые у них складываются с тепличным комбинатом на сегодняшний день. В то же время на комбинате они довольно неплатежеспособными предприятиями, коими являются и наши. Наверное, искать виновных сегодня не нужно, но лишь скажем о том, что все же следует найти общий язык, и ни в коем случае нельзя допускать, чтобы такие отношения отражались на наших покупателях. Для каждой матери нет на свете существа ближе и роднее, чем ее дитя. Она беспокоится о каждом часе, минуте его жизни. И если с годами ее бесконечная любовь и волнение за детей не проходит, то мы, взрослее, понимаем, что значит для нас мать. Еще ранней весной нам в студию позвонили, и взволнованный детский голос сообщил, что хочет рассказать нам о своих родителях. Потом поправился и произнес очень недетское слово – опекунах. Поверьте, такие звонки бывают отнюдь нечасты, тем более от детей. Вникнув же в суд дело, мы поняли, о ком идет речь. Это обыкновенная свежая семья. Она ничем не отличается от других. Отец, мать и четверо детей. Все дети одинаково любят родителей, называя их мама и папа. Родители отвечают им тем же. И что удивительно для этого возраста, дети очень привязаны друг к другу. Никогда не бывает никаких ссор. Наверное, жители Янаула вспомнят о трагедии, разыгравшейся несколько лет тому назад. Муж на глазах у детей убил свою жену. Естественно, за это понес справедливое и строгое наказание. А дети-то остались сиротами. Но как бы не жестока была наша жизнь, она ведь не без добрых людей. Над осиротевшими детьми оформили их опекунство их тетя и дядя Фазли Ахметами в Эрзеля и Федаиль. Лилиана и Ленар, любившие эту семью с раннего детства, по рассказам Розелей и Федаиля, сразу же после случившегося, сами пришли к ним и попросили взять их в свою семью. Фазли Ахметовой долго не раздумывали. Благо, что между Леной и Ленаром разница всего в пять месяцев, Лилианой и Динаром год. Всегда играют вместе. И что интересно, Дина, Лена и Ленар берут в библиотеке ту же книгу, что и другое, и читают ее дома по ролям. К сожалению, в момент нашей съемки отца большого семейства Федаиля дома не было. Он был на работе. Покоряет та естественность отношений, что заложено в этой доброй семье. Строгость и, наоборот, ласка применяется ко всем четверым понадобности без разбора. Надо сказать, что семья живет в большой четырехкомнатной квартире в новом доме по улице Азина. Розеля и Федаиль очень просили выразить их глубокую благодарность главе администрации Назиру Загитовичу Зиязву за то, что он, вникнув в проблемы большой семьи, захотел помочь им в личном вопросе. Очень ценят супругов Азли Ахметовых на работе. Розеля – клинический лаборант в районной больнице. Работает уже долгие годы. А Федаиль, вот уже 15 лет, работает в цехе бурения номер 2 управления буровых работ Краснохолмское. Вот, к примеру, как отозвалась Арзеле заведующая клинической лабораторией Сайфуддинова Фарида Харисовна. Пожалуйста, о Розеле Майдановне. Розеля Майдановна, наша лаборант, она работает у нас уже в течение 7 лет. Она перешла к нам из хирургического отделения. Но работа лаборанта имеет очень большое значение в диагностике заболеваний, при контроле за лечением болезни. Поэтому требуется от лаборанта аккуратность, честность. Ну, самое главное, вот честность. Вот эти качества, которые нужны именно им, все они, всеми этими качествами владеют Розеля Майдановна. К работе относится она с самой положительной стороны. Честность, аккуратность, доведение начатого дела до конца. За каждый анализ, за результат исследования она переживает душой. Вот это мне то, что нравится в ней. Самое главное, переживает за качество своего результата. Но я могу не только, она вот именно в отношении своей работы только. У нее такое вот доброжелательное, уважительное отношение ко всем остальным своим коллегам. Она очень доброжелательно к ним относится. Когда вот требуется помощь от нее, что-то к ним лаборанты подойдут, спросят, как это нужно делать и что нужно делать. Она всегда вот все объяснит. Все, как говорится, до ума доведет. Розеля Майдановна, она и в семье, хорошая хозяйка, добрая, ласковая мама. Они со своим мужем воспитывают и учат четверых детей. И нам, конечно, очень приятно, что с нами работает такая добрая Розеля Майдановна. Пока же хочется, как очень просили нас Лилиан и Ленар передать глубокий земной поклон Розеле и Федаилю, их отцу и матери. Как от них детей, так, наверное, и от нас, окружающих их людей. Все же доброго на земле больше. В связи с ранней весной, все полевые работы передвинулись. Синокос не только можно, но и нужно было начинать в начале июня. Но он до сих пор не развернулся полным ходом. Если в колхозе Дружба уже более половины лугов скошены, а в соседнем урожае все еще идет раскачка. По последней сводке Управлением сельского хозяйства и продовольствия многолеткие скошены на более чем 7 тысяч гектаров, что составляет 44% к плановому заданию. Сено заготовлено 16 тысяч тонн при плане 38 тысяч. 19 тысяч 300 тонн сенажа, что составляет 13% к плану. Заготовлено 180 тонн веточных кормов, 61 тонна травяной муки, 175 тонн крапивы. Заготовили сено 199 тонн и выполнили план по закладке сенажа в колхозе имени Мичурина. Неплохо идет заготовка кормов в колхозах Дружба, Восток, Большевик, Победа имени Худайберина. Плохо организована работа в колхозах Коммунар, Урожай, Ленин Корно, Мир. В целях оказания реальной помощи колхозам, совхозам и накоплении кормов трудовым коллективам, предприятиям, организациям и учреждениям города установлено задание по заготовке зеленого корма. Об этом мы расскажем в наших последующих передачах.